Аллилуйя, к нам присоединился наш дорогой брат Авиэль, и он хорошеется дня на день, обновляется. Все могу выкреплять, что у меня в существо есть, Аллилуйя. Есть свидетельство прямо сейчас, когда мы сюда ехали с пастором Андреем Черновым из России, мы буквально 10 минут ехали на трамвае здесь, он переполнен в эти часы, просто толпа народу, и мама держит на руках ребенка, вот насколько Господь верен на самом деле. Она держит на руках ребенка, он каприз, он просто вырывается, он машет руками, причем ребенку там не 2-3 года, может ему лет 5, и он просто буквально там брыкается, кричит, что-то там, семья арабская, она на арабском что-то кричала, и я просто начал молиться, чтобы Господь просто по обетованию, он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Я просил Господь, пожалуйста, успокой этого ребенка, убери весь дискомфорт, любую боль. Я не знал, что с ним происходит, может у него что-то болит, может быть он, я не знаю, температура, еще что-то. Я его даже не видел, я видел только маму со спины. И потом я вижу, что ничего не происходит, я говорю, Господь, дай мудрости этой семье, может быть здесь кто-то есть, кто поможет. Буквально через секунду подходит его отец, видимо, или может быть брат, но мужчина подходит, берет его на руки, ребенок замолкает моментально. То есть, ну, Бог верен в своих обетованиях, и что самое интересное, вошел мужчина. Возможно это отец, я не знаю, ну по возрасту может он и подходит. Вот любовь отца, то, что может дать ребенку отец, и опять вопросы о сиротах, вопросы о семье, в которых нет отца, потому что я сам рос без отца, я его даже не помню, к сожалению. И я просто хочу, чтобы каждый из вас сейчас просто, особенно я обращаюсь к мужчинам, которые ушли из дома, не вернулись к своим женам, если вы смотрите, и у вас есть что-то внутри, вернитесь к своим женам, потому что ваши дети ждут вашей любви отцовской, вашей отцовской любви. Они хотят, чтобы вы там были. Это объятие отца ничто не заменит в жизни, ничто не заменит. Поэтому возвращайтесь к ним и будьте с ними, любите своих детей, так же, как Отец Небесный наш любит нас. И вот откровение, когда сейчас была первая часть моего эфира, которая пришла ко мне прямо сейчас, я просто так подумал, почему Дух Святой, да, вот, ну, раньше как-то люди обходились без Духа Святого. Ну, то есть, понятно, Дух Святой принимал участие в сотворении мира, мы знаем, что он носился над водою. Но дальше, ну, не было такого, что Господь нам говорит про Духа Святого, и вдруг приходит Иисус, и прямо вот уже в конце своего земного служения говорит, я прошлю вам Духа, или прошу отца послать вам Утешителя. Он в разных формах это говорил. Почему он это говорил, непонятно. Но я вам могу сказать вот одно такое, что я увидел прямо сейчас. Иисус, когда служил на земле, у него, он был в оплоти, Бог явился в оплоти. Я просто хочу прямо зачитать подтверждение моим словам, это не просто то, что я откуда-то взял. Это первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, великая благочестивая тайна. Бог явился в оплоти, оправдал себя в Духе, показал себя ангелом, проповедован в народах, принят веру и в мире, вознесся во славе. Смотрите, что говорит здесь Священное Писание. Бог явился в оплоти. И плоть, она ограничена. Вот этим вот саркофагом, который называется наша кожа, мы не можем быть одновременно во многих местах. И Иисус не мог быть одновременно во многих местах, потому что он в оплоти. И к нему приходили со всех народов, из Сирии приходили к нему. Он даже получил, может быть, некоторое, я не знаю, обличение, как человек. Потому что женщина сказала, что и псы подбирают крошки под столами. И он исцелил ее, хотя к язычникам ни разу не ходил. И вот он говорит, лучше мне уйти, чтобы Дух Святой пришел сюда. Потому что до этого он учил, что Дух дышит где хочет. И этот Дух сегодня находится везде, как сказал пастор Сергей, он находится в вашем доме. Вы сейчас находитесь в его присутствии. И этот Дух позволяет нам прийти к Иисусу, где бы мы ни находились, в любой момент. Просто прийти, встать на колени, раскаяться во всех грехах. И он забросит все наши грехи за хребет и скажет, грехов твоих не упомяну более. Прощен именем Иисуса Христа. И я призываю вас прямо сейчас просто обратиться к еще одному месту Писания. Потому что мы сегодня говорим о дарах Святого Духа. Эти дары даны каждому из нас. Почему они даны каждому из нас? Особенно верующим. Давайте откроем послание к Криминам. Восьмая глава. Знаменитые стихи я не буду читать с самого начала до конца, но тем не менее. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И следующий стих говорит вот что. Ибо того, кого он предузнал, то есть нас он предузнал с вами, тем и преподобил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был проповедным между многими братьями. То есть он нас, избранных людей, уподобил быть подобными Сыну Своему, первородными. И нам Бог дал через Духа все дары, такие же, как были у Иисуса. Представляете, вау, мы не боги, конечно, но мы имеем то же самое. У нас ум Христов, мы проповедуем Христа, мы Христовы. И Его Дух, Его возможности, Его способности исцелять, прощать грехи, воскрешать мертвых. Все у нас есть. Эти следствия сегодня есть просто в каждом доме, в каждой стране. И я уверен, что прямо сейчас, если у вас есть кто-то, кто болен дома, из ваших родственников, просто подойдите. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Это не вы делаете в любом случае, просто верой, полной верой, которая вот без всякого сомнения, видите, возложите руки, и написано в Евангелии от Марка, возложив руки на больных, они будут здоровы. Не исцеляться, не поправиться у них, они будут здоровы. Просто поверьте в это, примите это, и сделайте это прямо сейчас. Во имя Иисуса я провозглашаю здоровье, жизнь и свободу на тело каждого человека, который сейчас смотрит наш эфир, на тела и души всех больных, которые сегодня смотрят этот эфир, всех нуждающихся и обремененных, я призываю прямо сейчас прийти к Иисусу, Он успокоит вас, Он снимет с вас всякое проклятие, потому что Он это уже сделал на самом деле. Мы должны принять, что это в нашей жизни происходит сегодня. Вот силы Святого Духа, которые есть в каждом из нас. Во имя Иисуса я прошу. Аминь. Здесь потрясающее свидетельство. Елена из России пишет, прошу за меня молиться, я потеряла смысл жизни, и сегодня решила принять Иисуса Христа в своей сердце. Аллилуйя. Прошу молиться за Божье водительство в моей жизни, также молитесь, чтобы в ближайшее время я нашла у себя в городе собрание верующих людей. Я хочу вам сказать, что это работа Духа Святого. Когда человек потерял смысл жизни, все, что ты можешь сделать, это открыть свое сердце Иисусу, это открыть свое сердце Богу, чтобы Он вошел, и Он начал жить через себя. Я хочу помолиться прямо сейчас за Елену. Господь, пожалуйста, благослови Елену, прикоснись к ее жизни, Господь, измени ее. Ты видишь, она потеряла смысл жизни, она не видит следующих шагов в ее жизни. Пожалуйста, наполни ее собой. Прямо сейчас, в тот момент, когда она открыла свое сердце к Иисусу, я прошу о том, чтобы ты наполнил ее силой Духа Святого. Исполни ее собой, Господь, наполни ее собой. Покажи ей смысл жизни. Открой ей себя, Господь, и помоги найти собрание верующих людей в ее городе. Если ты сегодня потерял смысл жизни, и ты не знаешь, что делать, ты как у разбитого корыта, мы видим здесь просто тонны-тонны молитвенных муж написанных у нас здесь в нашей программе, я просто приободряю вас, откройте свое сердце Богу, откройте свое сердце Иисусу, впустите Иисуса в свое сердце, и Дух Святой наполнит вас, Бог наполнит вас смыслом, Бог покажет вам мудрость, даст вам мудрость, знание, понимание, как решить те вопросы, в которых вы находитесь, финансовые вопросы, исцеление, ответ в Иисусе. Он надежда человечества, и Он ваша надежда. И хотел добавить к этому еще, что сегодня, когда вы приняли Иисуса Христа в своем сердце, как Господа и Спасителя, то есть приняли на себя вот эту вот свободу быть вне суда Божьего, если вы потеряли смысл жизни, вы знаете, что на небесах сейчас происходит великая радость за то, что вы именно сегодня пришли к Сыну Божию, и уподобились этому Сыну Божию, и стали частью Царствия Божьего. По этому поводу там идет великое ликование. Не ободритесь этим и знайте, что кому-то есть до вас дело, и этот кто-то, он ваш совершенный отец. Господь. Аллилуйя. Мне очень понравилась мысль по поводу того, что в нас живет этот дух творения. У тебя есть это в твоих руках сейчас, и особенно вот этот дар пророчества. Порой мне раньше казалось, что пророческий дар – это что-то такое сверхъестественное, ты должен быть дедушкой с большой бородой и таким мудрецом, и только тогда ты можешь пророчествовать. Я использую этот дар практически каждое утро. Когда я просыпаюсь, я прохожу свои вызовы, свои трудности, свои какие-то переживания, и первое, что я делаю, когда я встаю с кровати, я начинаю пророчествовать в свой день, я начинаю пророчествовать жизнь. Порой мы, когда мы бежим, наш марафон жизненный, мы начинаем фокусироваться на разных проблемах, на переживаниях, на стрессах, на, возможно, разрушаемых взаимоотношениях, возможно, ваш бизнес рушится. И первая мысль, с которой ты просыпаешься, и, возможно, последняя, с которой ты ложишься спать, это об этом бизнесе, который разрушается. Так вот, у тебя есть невероятный инструмент в твоих руках, и это называется дар, пророческий дар, дар творения. Ты можешь проснуться утром и сказать, мой день будет новым днем, это будет потрясающий день, Бог будет использовать меня, меня может посетить невероятная идея, которая изменит мой бизнес, или Бог даст мне слово мудрости сегодня, которое изменит мои взаимоотношения, если у вас есть в этом проблема, если вам нужно исцеление, перестаньте думать о том, что вам нужно исцеление, начните провозглашать это исцеление и пророчествовать жизнь, что уже в этот день вы получите это исцеление. В вас живет эта сила, эта сила сотворения. Многие коучи и разные бизнес-тренеры, они используют эту же самую идею и говорят, вот просто остановитесь перед зеркалом и говорите о себе позитивные вещи. Библия нас учила еще с первых строк бытия, что у нас может быть эта сила, сила Духа Святого, сила творения, поэтому творите ваш день, создавайте новый день, новую жизнь, которую Бог вам подарил. Начинайте провозглашать это, начинайте проговаривать это в свою жизнь. Прямо сейчас, если вы находитесь в какой-то проблеме, начните говорить позитивно, начните говорить то, что Бог положил в ваше сердце, а это исцеление, а это чудо, которое вас ожидает, а это мудрость, которая вам нужна, знание, понимание и прочие вещи, которые Бог приготовил уже сегодня для вас. Аллилуйя. Здесь два стихописания, которые как раз к тому и относятся, о чем сейчас говорил Сергей, это 14 глава первого послания к Олимпинам. Первый стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. И смотрите, что он говорит дальше, в 12 стихе он говорит, что также вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими в назидание церкви. Что значит в назидание церкви? Это не значит, что вы должны выйти там и говорить, вот теперь вы делаете вот так, или это делаете не так. Назидание – это когда мы сами собой являем образ жизни, подобный Христу. Когда мы обогащаемся этими дарами, не обязательно финансовым, хотя и это тоже часть обогащения, но мы обогащаемся духовно, мы становимся жителями большого духовного Божьего Царства и этим самым показываем пример, то есть тем самым назидаем, собственным примером назидаем нашу церковь, то есть наше сообщество, в котором мы принимаем участие каждый день. Аллилуйя, но христианство открывает нам Бога, который не просто судья какой-то, который разделяет этому туда, этому сюда. Бог нам открывает страдающего Бога, Бог нам открывает радующего Бога, того, который возлюбил нам. Сам Личность в полном объеме. Аллилуйя. Личность уникальную, причем абсолютную, как ты говоришь правильно, Личность. Аллилуйя. И я хотел просто сказать, задайте себе вопрос, не ограничиваете ли вы вообще поток Святого Духа в вашей жизни? Потому что очень много людей его просто блокируют. Он есть, он в нас живет, он действует, он хочет действовать, по крайней мере, но мы его ограничиваем. И одно из ограничений действия Святого Духа – это наше окружение. Дело в том, что мы люди не от мира сего, мы люди, которые движены Святым Духом, то есть движены Духом Божьим, и движены Духом Созидания, не разрушения, Духом Любви и Ненависти, Духом, я не знаю, Дружбы, а не Вражды. И все это мир сегодняшний не приемлет, потому что миру сегодняшнему нужны страдания, нужен страх, нужны сомнения, нужен стыд, нужно обличение. И все это происходит с нами, вокруг нас. Мы ведь не живем 24 часа в сутки, 7 дней в неделе в церкви, мы постоянно находимся в окружении мира. Когда мы находимся в окружении мира, вот все, даже в псалмах Давида неоднократно написано о том, что эти люди, которые окружают нас, они могут на нас влиять. И Павел пишет в первом послании к Оринфянам же, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. О чем говорит здесь? Что значит, худые сообщества развращают добрые нравы? Почему они у нас появились, эти нравы, и куда они делись после этого? Почему мы становимся развращенными этим миром? Потому что мы, даже вот сегодня психологи, мы уже упоминали их, да, в суе психологов, мы говорили, что мы являемся средним арифметическим пяти людей, которые нас постоянно окружают. Если ваше общение складывается из общения с людьми, будем так говорить, мирскими, то есть разделяющими ценности этого мира. Кстати, есть очень много неверующих людей, которые в принципе разделяют ценности христианские, они так живут. И это нормально, они просто еще не приняли Иисуса как Господа своего Спасителя, их Лезер Музыченко называет временно неверующий. Они еще просто не пришли туда, куда нужно прийти. Но просто посмотрите, кто вас окружает. Именно худые сообщества развращают эти добрые нравы. И дальше он здесь пишет, что если мы будем сеять плотское, мы знаем, что плотское это мирское, это то, что удовлетворяет нашей похоти, наша плоть, наши желания. Если мы будем сеять в плотское, то мы и пожнем плотское. То есть в нашу жизнь начнут приходить страхи, сомнения, разрушения, финансовые проблемы, проблемы со здоровьем, проблемы в семье. Но если мы начнем сеять в духа, и я напоминаю, дух это дух созидания, дух дружбы, дух любви, то и пожнем мы, соответственно, духовные. Поэтому обращайте внимание на то, кто вас окружает, чтобы это окружение не блокировало вас в движении Святого Духа. И я хочу вас просто ободрить тем, что дух на самом деле сильнее, чем все наше окружение. Просто он джентльмен, он не вероломно говорит, так, ну-ка давай, иди вот с этими дружи, с этими не дружи. Он ждет, когда мы сами осознаем, с кем нам действительно, с кого нам вкладывать свою душу, в свое время, свою любовь, а с кем, может быть, нужно поменьше просто общаться. Мы, в отличие от нашей семьи, наших друзей можем выбирать. Выбирайте правильно своих друзей, ваш единственный верный друг, который навсегда останется с вами. Что бы ни случилось, он всегда протянет вам руку помощи, это Иисус Христос. Вот старайтесь убирать себе людей по образу и подобию, то есть дружите с людьми, которые действительно не будут блокировать движение Святого Духа в вашей жизни. Мне очень понравился пример о том, что даже если мы сейчас не получили ответа, вот о том, как молиться, приняв Духа Святого, мы принимаем действительно, вот все дары, о которых мы говорили, в нас есть исцеление, в нас есть восстановление, в нас есть чудо, в нас есть вера, в нас есть пророчество, и может быть, еще тело мое не восстановилось, того исцеления, которое во мне, может быть, еще недостаточно, чтобы мое тело вот прямо сейчас получило исцеление, но если я начинаю его отдавать, если я начинаю молиться за других людей, верить за их восстановление, может быть, моей веры, вот этого моего исцеления будет достаточно для них, и когда я отдаю, я получаю больше, и когда я делюсь своей верой, я получаю больше, когда я жертвую в чью-то жизнь, финансы, Господь, я знаю, что я получаю больше, я провозглашаю благословение, и на нашем доме Господь, на Сергея, на Авере, я знаю, что это жертвенные люди, те, которые живут верою, которые отдают Богу больше, чем просто десятина, они отдают пожертвования, отдают всю жизнь, святя во имя Господне, именем Иисуса Христа, мы благословляем вас, драгоценные, чтобы тот, кто в вас, стал больше того, кто в мире, кто в вашем сознании, во имя Иисуса Христа, чтобы сила Божья приумножалась в вас, чтобы любовь, жертвенность, дары Духа Святого возрастали и изменяли вашу семью, вашу жизнь, вашу работу, все ваше окружение, чтобы вы были подобны новому Адаму, Иисусу Христу. Мир и благодать да пребудут с каждым из вас и благословение Израилю, благословение тем странам, где вы находитесь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь.